Роман Брасалин Роман Брасалин не единственный на предприятии специалист с инвалидностью. В Хабаровском центре упаковки и печати около 40 сотрудников и половина из них с ограниченными возможностями здоровья. Софья Краснова работает переплетчиком и под руководством наставника девушка склеивает коробки. Я им показала, они не только это делают, они делают еще конверты, допустим, архивные для писем всякие. Показала, делала, за ними сижу, наблюдаю, как они делают. Ну, старалась и девочки. В этом году центр упаковки и печати победил в региональном конкурсе грантов на обустройство специальных рабочих мест для инвалидов. Предприятие получило 100 тысяч рублей, благодаря которым закупило оборудование для производства и ортопедическое кресло. Это комбинированная клеящая машина. Там нет каких-то опасных движущихся механизмов, которые может повредить работник. Специальное кресло, адаптированное под инвалидность, то есть согласно программе индивидуальной реабилитации данного инвалида с регулировками, с наклоном, то есть с анатомической спинкой. Участвовать в краевом конкурсе грантов может любое предприятие, кроме государственных казенных учреждений. Победитель получит 100 тысяч рублей на покупку оборудования для нового рабочего места или переделку уже имеющихся под требования людей с инвалидностью. Основные условия – это отсутствие задолженности перед работниками по заработной плате, отсутствие задолженности в краевой бюджет и предприятие не должно находиться в состоянии ликвидации, банкротства. Вот это основные условия. Конкурс грантов для работодателей на оборудование специальных рабочих мест для инвалидов продолжится и в следующем году. Отбор заявок в Комитете по труду и занятости населения правительства края начнется в январе.